Устарел ли лекционный формат? Коллеги, давайте в этом видео разберемся с этим вопросом. Для некоторых этот вопрос является очень наболевшим. Мне, например, вспоминается пример с моей коллегой, при которой этот вопрос задавать вообще ни в коем случае нельзя. А если вдруг вы станете свидетелем, как кто-то задал этот вопрос ей, то вы тут же увидите, как спокойная флегматичная стонка превращается просто в разъяренную фурию. И этот вопрос, честно говоря, я слышу в последнее время все чаще и чаще. И недавно мы с Юрием выступали перед учителями, и нас спросили, почему мы во время выступления используем лекционный формат. Так получается, что когда речь идет об инновациях в образовании или о смене образовательной парадигмы, то в этом контексте лекция считается устаревшим или неуместным форматом. Вот, коллеги, рассуждая подобным образом, мы забываем о том, что у каждой формы работы и у каждого метода есть своя цель. Что такое лекция? Лекция – это устное, систематическое, последовательное изложение материала по какой-то определенной теме или проблеме. Вот давайте мы сейчас с вами в этом видео рассмотрим лекцию в двух значениях. Первое – это мы с вами рассмотрим лекцию как формат публичного выступления, а второе – мы рассмотрим лекцию как форму учебной работы. Если мы с вами берем лекцию как формат публичного выступления, когда она используется? На конференциях, вебинарах. Вы сейчас, например, смотрите мою видео-лекцию. Какова цель этой лекции? Ну, в том, чтобы донести какую-то определенную информацию, в том, чтобы поделиться информацией, знанием, опытом, мнением, в том, чтобы вдохновить, мотивировать, зарядить энергией и так далее. Вот в этом случае оправдан лекционный формат? Ну, конечно, оправдан. Мы, например, недавно с группой коллег ездили в Финляндию, в Хельсинский университет, для того, чтобы пообщаться с нашими финскими коллегами и выслушать их опыт относительно темы, которая нас интересовала. Какую форму работы или какой формат работы использовали финны при общении с нами? Конечно, лекционную. Они рассказывали, они делились. Мы сидели, слушали, мотали на ус, задавали вопросы и думали, что дальше мы будем делать с этой информацией. Или, допустим, когда приезжает, прилетает профессор, который хочет рассказать о результатах определенного исследования, какой формат работы используется? Лекционный. Он рассказывает, собирается аудиторию, у которой есть интерес на эту тему, и они слушают, опять-таки обдумывают, задают вопросы. И дальше уже каждый сам решает, что он делает с этой информацией. Запрос был, запрос удовлетворен, и теперь ты волен распоряжаться с этой информацией так, как сам считаешь нужным и во что она уже превратится, далее в какой продукт или не превратится, наоборот. Это решать уже тебе. Это мы с вами рассмотрели лекцию как формат публичного выступления. Теперь мы с вами давайте рассмотрим лекцию как учебный метод. Лекцию как учебный метод. Вот когда мы говорим о лекции как об учебном методе, мы в первую очередь должны понимать, что это метод, который центрирован на учителе. Учителя центрированный метод. Ну, я знаю, что звучит не очень корректно. То есть фокус на учителя. Какая цель лекции в том, чтобы донести информацию? Какой результат знания? Определённые знания, полученные какие-то знания. Оправдан ли этот формат? Вот тут, коллеги, всё зависит от того, какая была цель и что дальше будет обучаемый. Это может быть и студент, и ученик. Что он дальше будет делать с той информацией, которую он услышал, записал, законспектировал и так далее. Что он будет далее с ней делать? Потому что если последующая деятельность является репродуктивной, то есть цель моего присутствия на этой лекции заключалась в том, чтобы я эту информацию записал или максимально запомнил, потому что в скором времени мне придётся эту же самую информацию в том же самом виде воспроизводить назад для своего преподавателя или учителя в письменном или устном виде. Вот если у нас лекция превращается плавно в репродуктивную деятельность, то это как раз-таки тот формат, от которого сейчас хотят максимально уйти. Почему? Почему так происходит? Потому что, коллеги, если у нас, если мы говорим о том, что в обучении фокус должен стоять на ученике, значит методы должны использовать другие. Лекции – это фокус, как я уже сказала, на учителе. Если мы хотим, чтобы наш ученик вместо того, чтобы записывать за нами, а потом воспроизводить назад нам эту же самую информацию, посредством этой информации, посредством работы с этой информацией, достигал определенных навыков и умений, то формат работы нужен совсем другой. Далее. Если мы хотим, чтобы у наших учеников формировалось умение самостоятельно работать, форма работы должна быть другой. Если мы хотим, чтобы у наших учеников была мотивация учиться, то формат работы должен быть другой. Если мы хотим, чтобы наш ученик научился критически думать, то формат работы должен быть другой. я могу так наверное продолжать этот список но коллеги какие выводы мы сделаем вот означает ли то что я сейчас сказала что лекционный формат в обучении ни в коем случае нельзя использовать нет это не означает это так не означает а что это означает то что он только что сказал а это означает то что важно чтобы у наших учеников формировался определенный запрос или интерес ну на какую-то на какую-то информацию и отталкиваться нам нужно от их вопросов и отталкиваться нужно от их интересов и вот когда вы будете использовать в работе с учениками личностно ориентированный подход да это когда у нас центре ученик когда ученики станут вам интересны это очень важно то через какое-то время и ваш учебный предмет станет интересен вашим ученикам и через какое-то время они будут заваливать вас своими вопросами и вот когда они будут задавать вам вопросы им потребуется на них ответы и один из способов этот ответ им передать и есть лекционная форма работы скажем так это под лекции здесь подразумевание обязательно какой-то долгий формат но например ваше объяснение допустим в течение 10 минут лекция лекция короткая мини лекция на вопрос который возник от учеников на отвечающий на их какой-то запрос я надеюсь что это моя видео лекция была для вас интересной коллеги если у вас появились в ходе ходе прослушивания меня какие-то вопросы то смело задавайте их внизу в комментариях под этом видео если видео вам понравилось конечно же ставьте лайк непременно и обязательно подписывайтесь на мой канал я думаю что здесь вам будет очень интересно ну и до встречи